Приёмник, зато верный друг, уже 10 лет помогает безнадзорным животным. Сотрудники-волонтёры обрабатывают поступивших собак и кошек от паразитов, кормят, лечат и приводят в порядок, пристраивают их в новые семьи. Животных сотрудники называют своими воспитанниками. Каждого из них знают по имени, характеру и привычкам. Всё начиналось с одного человека, с Екатерины. Тогда она принесла в приёмник двух щенков, подобранных на улице, и просто не смогла отсюда уйти. Ситуация в приёмнике была очень тяжёлая. Скудного финансирования государственного не хватало даже на нормальную кормёжку для животных. А про лекарства уже и просто речи не было. Сотрудники просто выбивались из сил. Со временем сложилась команда неравнодушных людей, которые, несмотря на все трудности содержания животных, до сих пор помогают братьям меньшим обрести дом, хозяев, вылечиться от болезни и не умереть от голода на улице. У нас есть люди, которые берут, замечательные девушки, которые берут животных на передержки. У нас есть замечательные, просто прекрасные девушки, которые помогают на передержках, которые ухаживают за животными. Это всё трудно, это всё очень. И морально тяжело, но у нас есть люди, которые не сдаются. Наша замечательная команда. У каждого воспитанника своя история. Каждому нужно найти подход. Передать четвероногого в любящую семью – главная победа для волонтёра. Самое приятное событие для волонтёра – это когда любящие хозяева присылают нам фотографии наших выпускников, которые счастливые, любимые, холёные в новых семьях своих. Брошенных кошек и собак жители города приносят в приёмник ежедневно. Места, питания и лекарств на всех не хватает. Важно помнить – стерилизация и кастрация – необходимые меры, чтобы избежать появления безнадзорных животных. Сотрудники приёмника ежедневно пытаются донести до саровчан, что к питомцам нужно относиться серьёзнее. Только ответственное отношение к животному, которое вы берёте в дом, только ответственное отношение, наверное, к самому себе. Потому что приехать на ту же самую дачу, оставить кошку, с которой ты игрался, и твои дети играли всё лето, но мне кажется, это аморально, потому что это такое же живое существо, это не мишка, не погремушка. Вы можете помочь сотрудникам и волонтёрам приёмника, принести корм, препараты, игрушки для животных, пожертвовать средства или поухаживать за воспитанниками, а, возможно, и забрать кого-то из них к себе домой. По всем вопросам обращайтесь по телефону 6 12 10 или в группу ВКонтакте. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.